Скажи мне тему, идиот. Тема, быстро, тема, тема. Эту тему я сообщу вам несколько позже. Таких ЧП в эфире радио Заречный не бывает и быть не может. Здесь все всегда готово в срок. Темы придуманы, спикеры в эфир приходят вовремя. На этой неделе гостей в студии будет особенно много. У сотрудников родного радио юбилей. Уже 10 лет они выходят в эфир на собственной частоте 103,3 FM. Первым коллектив Зареченской радиостанции поздравил глава города Олег Климанов. Работать в прямом эфире ему не привыкать. Впервые он стал гостем программы «Родной Заречный» 15 октября 2013 года. На телевидении тебя видят, а на радио можно позволить себе откинуться в кресле, принять какую-то позу. Поэтому телевидение, оно немножко так вот дисциплинирует, а на радио чувствуешь себя более свободно, более раскованно. Радио в Заречном существует с 1963 года. Сначала оно было проводным. А в 2006 году наши диджей стали выходить в эфир на волне 103,3 FM. На эту частоту настроены приемники по всему городу. У меня нон-стопом играет этот канал. Еду когда на автомобиль и, соответственно, всегда настроен на волну нашу в радио. С другой стороны, вот та передача, которая мне больше всего нравится, это, наверное, все-таки «Родной Заречный». По той причине, что приглашают не просто интересных гостей, а тех гостей, которые обладают всей полнотой информации о том, что происходит в городе. Они профессионалы в своей сфере, и их всегда очень интересно послушать. Виктор Кладов не только слушает «Родной радио», но и сам часто становится героем передач. Впервые он пришел в эфир два года назад, чтобы рассказать о селиксинских лагерях. Это очень хорошая и очень хорошая тренировка, и самое главное, мне кажется, это заставляет себя быть очень откровенным по отношению к слушателям, потому что что-то умолчать, о чем-то вот призадуматься, да, сформулировать какую-то там линию своего поведения, ты не успеваешь, и ты очень откровенен, ты очень непредвзят. Политика, экономика, культура, спорт – обо всех сферах жизни «Заречного» радиослушателям рассказывают ведущие. Горожане узнают их по голосам, любят и ждут в эфире. Это прогрессивные, продвинутые ведущие, которые, с одной стороны, делают это очень современно, на дню сегодняшнем актуальном, и при этом невероятно такие свои домашние. В честь своего дня рождения «Родной радио» дарит подарки. Гости в прямом эфире помогают ведущим разыгрывать призы и поздравляют любимую радиостанцию с праздником. Я пожелаю того же, что пожелал в прямом эфире радио – быть услышанными радиослушателями. Желаю, чтобы, во-первых, всегда было огромное количество событий замечательных, о которых было бы интересно рассказывать, чтобы были слушатели, которые внимают всю информацию и очень активно сами же создают эти события. Вот за такой активный, взаимный обмен. Расширение прослойки аудиослушателей вот этой аудитории, хотя куда шире, я не представляю. Может быть, новых интересных проектов. Самое главное, чтобы оставались здесь с нами все те, чей голос мы привыкли слышать и по утрам, и практически круглосуточные. К поздравлениям присоединяются Ксения Тризна, Владимир Полищук и вся телерадиокомпания «Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok